здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова и сегодня вас ждет очередной разбор который выше вот интервью вышло на канале ксении собчак и мне безумно понравилось потому что здесь собрались два реально махровых манипулятора причем каждый по-своему это было просто знаете восторг смотреть на это все давайте вместе испытаем этот восторг когда будем разбирать это интервью я включаю первый фрагмент чтобы не затягивать итак давайте смотреть насколько я понимаю сатья даст посмотрите на реакцию вот это прям с первых минут с первых секунд вообще общение и посмотрите как сатья чувствует себя не очень уверенно он стягивает рот а по поводу рта но я думаю ближайшее время проведу стрим бесплатные занятия по физиогномики чтобы вам объяснить рот это захватническая деятельность да кстати я сейчас на себя смотрю я просто честно говоря в шоке потому что я сделала губы у меня и так рот большой еще и губы поэтому конечно я себя чувствую не очень уверенно так вот по поводу рта это я не про себя хотела сказать а именно по поводу рта значит рот это наши аппетиты и когда человек вот так вот таким образом собирает либо рот либо нос он как бы собирает концентрирует свои аппетиты и старается лишнего не захватить что называется да и вот здесь вот как раз получается вот обратите внимание как как жестик ну как как пытается он дважды собирает вот носогубку да носогубку это у нас базисные какие-то вещи то есть получается что он все собирает все концентрирует он очень волнуется но этого он не не показывает мы с вами это все увидим естественно в нашем разборе но просто вот внешне он ну мы понимаем что у него хороший опыт выступлений да а это действительно очень здорово закаляет и воспитывает человека и перед нами человек который в общем-то прошел огонь воду и медные трубы в плане публичности да и даже при этом он все равно волнуется дальше смотрим смотрите напрягает подбородок второй рукой он упирается в подлокотник то есть он очень волнуется очень просто такое духовное кришнаитское имя и переводится она как слуга абсолютной истины это так вы слуга абсолютной истины но имя так переводится как хорошо он уходит ну вообще конечно он понимает куда он попал и очень осторожно настороженно себя ведет и вот это вот односторонняя улыбочка здесь мы не говорим о презрении это именно односторонняя улыбочка и с опущенной челюстью да то есть он осматривается он попал в незнакомую обстановку ведет себя очень но пока еще не уверена да и смотрите сейчас вот челюстью немножко повел в сторону да вот для него конечно это имя это предмет гордости даже при том что он так вот изображает из себя простачка до который как бы не цепляется за это как бы не понимает но на самом деле перед нами человек который очень гордится своим этим именем да и вот это вот то что он ведет челюстью это скрываемые эмоции скрываемая может быть какая-то но не не скажу тут что агрессия здесь пока агрессировать не нет поводов да но как какие-то мысли которые он не хочет которыми он не станет пока делиться да он держит их при себе и вот это вот поведение челюстью как раз говорит о том что что-то я вам не покажу не скажу но в принципе как бы подыграю да подыграю и вот то что он прячет прячет челюсть да и замирает замирает он ищет ждет подвох и потом у нас идет ол улыбка знаете один мой хороший друг говорил у рыбка улыбка главное оружие вора вот прям великолепные слова я считаю но не обязательно это речь про вора там про какого-то преступника просто речь о том что улыбка она вообще спасает в любых ситуациях у меня была ситуация когда я ехала на машине и пыталась влезть в поток вот ну я честно говоря была не права и меня не пускали да потому что я надо было вовремя отстоять очередь до раньше до дольше потратить времени но я как-то не сориентировалась и оказалась уже там где надо было чтоб меня пропустили и когда я понимаю поняла что меня не пропустят как эта машина со мной просто бодалась вот принципиально он видимо долго стоял в этой очереди и он принципиально меня просто не пускал я тогда натянула на себя такую улыбку и но окна были закрыты в машине и сказала ах ты ж гад такой но с такой улыбкой это сказала что он в ответ заулыбался и пропустил меня так вот улыбка она открывает любые ворота любые двери и поэтому сатья ну или сергей он хорошо этим приемом пользуется причем знаете он пользуется этим приемом очень профессионально как и многими другими мы с вами разберем все его приемы которые он использовал на этом интервью но а я думаю что это основные его манипулятивные техники вот одна из них это как раз улыбка понимаете улыбайтесь как можно больше можете при этом говорить плохие слова если вас не слышат но если вы скажете это с улыбкой я уверена что перед вами откроют любые двери так вот и он сейчас включил эту улыбку и замечательно это знаете это очень очаровательно сыграла а кто был духовным учителем на вашими есть духовный учитель но когда его зовут угопал кришна гос вами махарадж это он индус живет в индии и ну в свое время так вот сложилось что я получил на посвящение вот смотрите здесь очень интересно то что он челюстью повел да кстати вот зона воспоминаний у него в этой области когда он что-то вспоминает и это действительно правда когда он хочет что-то придумать он смотрит в эту сторону это просто я пронаблюдала за его поведением не буду специально этому посвящать ролик да ну вот мне нравится как он играет такого мачо вот его образ эта игра в мачо но забегая немного вперед в конце будет формула души и вы поймете что перед нами абсолютно не мачо там вообще вот просто ничего такого в нем нет на перед нами человек абсолютно другого психотипа и склада характера но понимаете это его образ он изображает из себя мачо и вот эти вот всякие ужим очки уловочки ничего другого как актерская игра вот просто реально поэтому наблюдаем за его игрой он он молодец в этом плане очень здорово на себя вот это вот надевает эту маску и она очень органично смотрится несмотря на то что она ему абсолютно не присуща смотрите на нахмурил брови с отвращением говорит здесь он мне прям напоминает нагиева да и образ у него как у нагиева на лысо побритый такой футболки да такой прям вот мачизм мачизм надо смотрите подбородок на напрягает и презрение и челюсть немножко да то есть тут прям мачо перед нами сидит альфа самец он и говорит что я же альфа самец при этом он улыбается не ты думаешь действительно ли он такой альфа но поверьте мне тут совсем нет ничего такого что он показывает да и челюсть в стороны посмотрите так демонстрирует ну хорошо хорошо владеет телом хорошо владеет эмоциями и хорошо умеет играть самое главное дальше давайте следующий фрагмент ну как вы яхту назовете так она и поплывет не ну мне конечно бы хотелось бы верить то что он видел сквозь время и пространство и понимаю что будет через там смотрите с отвращением ладонь вниз да то есть ну как бы вот этот вот мачизм он изо всех сил из себя выдавливает вот мне хотя уже в принципе он давно этим пользуется и поэтому ну это довольно органично смотрится в его исполнении 20 лет ну как то так что я понесу что-то какую-то истину в массы и он прям прочь ну я конечно хотел бы в это верить но немножко попахивает знаете вот я лично вижу настолько знаете артиста и причем очень обаятельного такого стендапера которого всерьез воспринимать не стоит но в принципе некоторые житейские истины он говорит довольно точно но в конце вот формуле души я все-таки коснусь того что получается что у него очень хорошо заготовлено вот в плане того чтобы его подловить ксения я думаю что не особо у нее получилось но тем не менее есть ядро не очень здравое в его вообще в его теме которую он продвигает но тем не менее при всем при этом вот настолько обаятельный настолько очаровательный настолько интеллектуально подкованный да вот на любой ответ на любой вопрос он ответит и и причем с юмором вот это самоирония но мы мы всего коснемся что было использовано в интервью с ксенией но он очень правильно с ней себя вел потому что он нигде не давил он везде как бы соглашался до везде прикидывался таким глупеньким и в общем то это ему очень импонирует да это очень здорово подкупает надо но смотрите с отвращением хмурится да вот это вот игра в мачо подбородок челюсть вниз опускает но вот подбородок напрягает и челюсть вниз то есть все-таки скрывает вот там где он слишком переигрывает вот этими отвращениями там вот вот и игрой в мачо он все равно периодически возвращается вот в это ну я же пошутил да вот 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 это вот игра это я мачо то я пошутил вот это очень интересно читается и ты думаешь кто перед тобой вообще вот вот это вот ты теряешься просто и это привлекает понимаете вот эта вот игра она очень здорово привлекает он очень четко это поймал да и очень грамотно это использует это так называемая его харизма можно сказать да ну вот вот именно его фишка видите не знаю с печалькой с такой с отвращением через вниз рукой какие ну вот видите вот этот проворачивание рукой на то есть он еще кокетничает ну я правда это закрыла но пересмотрите интервью я под видео обязательно оставлю ссылочку и в конце такая улыбочка и голову в плечи спрятал то есть но я не знаю я не уверен в том что я сказал в общем то да и вообще в принципе ну как бы вы воспринимаете сами как вы считаете нужным да вот это вот это вот его харизма его игра и я же не очень его воспринимать надо именно как вот вот действительно стендапера потому что он он развлекает он поднимает настроение действительно его лекции послушаешь он как бы здравое зерно какое-то несет ну или там не очень здравая но все равно он что-то дает до какую-то информацию но это все перемешано с такими шуточками и с его вот этой харизмой вот на нее интересно посмотреть вот самое главное самый главный локомотив его успеха это его харизма и давайте наблюдать да и плюс еще манипуляции надо не говорю если мы возьмем любого стендапера возьмем и любого все политики только-только и говорят ну я вставил там минутную какую-то штучку в в лекции ну в во львове в котором я был первый раз и хотел понравится но местным жителям я всегда хочу понравится и даже вам хочу понравится вот это просто обескураживает когда вот это вот игра в честность игра в то что ну вот в искренность да и в то что ты так беззащитен вот это вот очень грамотный ход ребят и вот учитесь у него даже рекомендую пересмотреть его лекции для того но даже может не лекции а вот именно в этом интервью он очень здорово в случае какой-то острой ситуации либо еще в каких-то моментах да он включает такого глупенького мальчика и как бы искренне говорит ну да я я имею недостатки вы знаете очень хорошо считывается вот этот момент когда ты говоришь да я имею недостатки а почему нет а почему я не имею права иметь вот какие-то и почему я должен быть совершенным и вы знаете это это всегда работает шикарно просто поэтому берите на вооружение учитесь у него вот этому качеству причем это хорошо и в семейной жизни работает и везде то есть вот включаем вот этого дурачка да не побоюсь этого слова и играем вот в эту честность да да я хотела этого да я хотела того да и самое интересное вот он просто обезоруживает своей вот этой честностью до честностью которая просто знаете обычно вот этот вопрос который сейчас я вот в фрагменте увидите этот вопрос мы как-то стараемся в уоле завуалировать чтобы никто не понял да а вот он прям открыто говорит этим еще раз подкупает наше доверие давайте смотреть еще тоже не станет вам зачем это так много продавать книг жажду но кстати он посмотрел в область фантазии то есть это этот вопрос знаете вот у него не на первом месте стоит вот реально не на первом но но он он актер он должен нас развлечь он должен сейчас вот эту манипуляцию нам впарить до втюхать он должен нам показать свою беззащитность чтобы мы его пожалели до что он такой вот несовершенный в день их и власти и известности может быть из-за этого смысл и ради чего работает вот мы не слава какая мне нужны деньги и хочу прославиться и все не верю я уверен что у вас есть миссия вот видите а я же есть духовный учитель и что как это связано с миссией здесь он просто жикарно от футболе вопрос ксении да она пыталась его загнать в тупик а он вывел на то что а задал вопрос контур вопрос и как это связано с миссией и потом ксения ему отвечала сама на тот вопрос который задала понимаете это просто великолепнейший манипулятор причем что вот очень сильно подкупает вот это самая ирония когда человек не боится показать свои недостатки когда он не боится когда его критикуют вот это вот ребят тренируйте в себе отсутствие эго ему кстати очень важно чтобы у него не было этого эго ну там по формуле души я вам покажу где вот это сочетание да у него даже миссия в этом заключается чтобы побороть свое эго и вот видите он его по сути он проработан в этом плане об этом и вообще кто владеет вот этой самой иронией он всегда выигрывает в любом споре понимаете когда ты об тебя как вот бросают мячики да они от тебя просто отлетают они не попадают к тебе в сердце не ранят тебя то есть да я я плохой да господи принимайте меня таким какой я есть в общем то мне от этого не холодно не жарко да пусть я буду клоуну хоть их стендапер хоть кто но как бы я делаю свое дело и в общем то вы видите как он грамотно перевел разговор на то чтобы ксения сама ему доказывала что у него есть миссия то есть это есть но по сути вот он очень грамотно вот просто браво и инструмент самый главный это самоирония дальше давайте следующий фрагмент насколько я знаю вот люди которые глубоко в это уходят начинают изучать санскрит потому что вот среди больших учителей бытует такое мнение что санскрит как древний язык на котором собственно были написаны те веды которые являются как я понимаю такими священными и главными текстами в переводе все это теряется искажается и в общем если ты не знаешь санскрита ты никогда глубоко не можешь погрузиться и там многие люди с которыми я общаюсь которые в этой практике они прямо вот ходят там по пять раз в неделю учат этот санскрит чтобы разбираться выучили выучите нет нет и сомневаюсь что они его учат но это так же само как допустим чтобы прочитать библию вы же не будете армейский язык изучать не ну понимаете когда речь идет о серьезных духовных текстов текстов которые как я понимаю вообще формируют ваше мировоззрение получается что вы доверяетесь переводчику еще и ни одному а в общем искажению через смотрите они окна оба обменялись презрением да то есть односторонняя улыбка с его стороны а то есть он понимает к чему ксения ведет она ведет к тому что но я тебя как от специалиста ожидаю что ты сейчас мне начнешь доказывать что ты специалист он сидит и улыбается с того что а я не буду тебе ничего доказывать да то есть она изо всех сил показывать что вот для того чтобы быть хорошим специалистом надо учить вот это это я знаю таких людей да я с ними общаюсь то есть как бы она перед ним вот эти танцы с бубном исполняет он при этом смотрит на нее односторонне улыбается то есть это у нас презрение уже четко идет и с ее стороны к вот смотрите как вот вот она презрение с отвращением было да то есть обменялись обменялись любезностями на невербальном уровне дальше следующий фрагмент получается да конечно хитрый хитрый жук да дальше так 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 пытается подловить на знание санскрита но он не реагирует он не должен это знать в общем-то это и понятно дальше специалист я 10 а вы там на каком на третьем четвертом месте вот мы известные люди а этот с какой-то сафронов хорошо вы откуда узнали о существовании ведической кулинарии прочитал шима багова там я пошел бы смотрите она его попыталась припереть каким-то специалистам который там перевел санскрита какие-то тексты да и получается что ему это не понравилось мы видим потому как он крутится на стуле он хочет быстрее эту тему закрыть но смотрите как грамотно он здесь включил манипуляцию он взял и обесценил этот источник да говорит вот мы с вами специалисты которые там занимаем какие-то строчки да по и индексу цитируемости или там еще что-то да ну мы успешнее того специалиста который там сидит карпеет над книгами и переводит какие-то тексты но тем не менее ему не нравится эта тема и он хочет быстрее ее закрыть и мы видим что он будет то я прочитал читание черепа вот видите крутится на стуле это нетерпение по сути вот это вот такой жест часто мы наблюдаем когда человек хочет завершить разговор он либо крутится вот так вот на стуле есть есть такая возможность либо он начинает знаете вот как трясти коленом вот знаете вот приподнимать колено и вот этого быстрое какое-то движение вообще любое быстрое движение ногами начинает производить да то есть еще может в область часов там пощупать или посмотреть на часы но вот много жестов нетерпения которые мы можем наблюдать в данном случае вот это вот то что он крутится на стуле это жест нетерпения он хочет завершить эту тему ему эта тема не нравится вот видите да я замедлила этот богомогите нету ничего кулинарии насколько я понимаю кроме нескольких абзацев там базовый принцип описан и я уверен что человек который это пишет он не понимает о чем речь он не понимает сам смысл так же самое если я сейчас опишу ну допустим какие-то исламские традиции может быть авторитарная лучше система монархическое задумывались почему в какой-то систем то есть в какой-то стране авторитарная система вот видите опять покрутился на стуле то есть ему не нравится опять эта тема и он опять хочет с нее сойти на еще и ногу отодвинул при этом то есть не нравится давай уже завершим эту тему давай уже ксения чего-нибудь какой-то там еще что-то так далее так далее почему задумывалась когда из-за чего не смотрите как он грамотно переводит разговор типа ты отвечай из-за чего и такой неподдельный интерес это еще одна уловка манипулятора перебрасывать вопросы да вот если возражают а объясни почему ты так считаешь да вот вот это вот и заинтересованность при этом показать до наклониться немножко и как бы готовность к слушанию да он прям грамотно этим пользуется но естественно опыт публичных выступлений он дает свои плоды поэтому конечно же это интервью было настолько интересным потому что собрались два человека которые ну оба обладают вот этими всеми навыками манипуляций имеют огромный опыт выступлений и за ними просто интересно наблюдать и сейчас я кинусь на амбразуру доказывать какие-то истории но вы же слуга абсолютной истины смотрите односторонняя улыбка ну что вы как бы да вот может быть просто я и очень непонятливый человек у вас тоже какая-то миссия через нашу программу убедите меня и моих зрительниц вы же не вы видели сколько у него эмоций я не буду возвращать этот момент ну то есть там и поджимания губ и все то есть он ее слушает и думает боже мой что что это такое да ему это совсем не нравится и он хочет то как бы с этой темой уйти они же тоже за мной ну почему может быть вы будете убедительно скорее всего нет мне кажется довольно вредным ее я услышал вашу манифестировать в там в нашей особенно стране не очень патриархально нет вы не согласны с этим что у нас довольно патриархальная страна в целом есть другие тоже вещи смотрите как интересно вот вообще в этом фрагменте я хочу вам показать как грамотно он скрываем скрывает во-первых эмоции да он периодически челюстью вводит да вот поджимает губы поджимает подбородок но при этом и нет показывает и все но при этом он опускает челюсть то есть вот его невозможно поймать его невозможно поймать на скрываемой агрессии на скрываем их эмоциях он просто потом скажет да я пошутил да вот вот это вот такая уловочка когда ты показываешь как бы вот свой бать я мачо да я я альфа самец но при этом так очаровательно опускаешь челюсть и как бы тут непонятно либо перед тобой мачо либо перед тобой человек который шутит и играет в мачо вот это вот такая вот двойственность она дает возможные варианты поведения да вот если в зависимости от того что он встречает в обратную в обратку да он уже подстраивается и у него обе модели поведения как наступательная так и оборонительная уже заготовлены понимаете в чем фишка вот этого вот поведения что он как бы демонстрирует челюсть да вот это водит челюсти поджимает губы как бы внимательно смотрит поднимая нижние века напрягает да но при этом он челюсть челюсть у него опущена да он как бы играет это это просто великолепно вот смотрите как интересно у нас не патриархальная у нас через адницу все но с этим спорить даже не буду дальше следующий фрагмент давайте смотреть женские сказки да вот это все танцы вокруг фаллоса в итоге вокруг этого это не вредоносно смотрите как грамотно здесь произведена манипуляция смотрите он как бы соглашается это одна манипуляция смотрите согласие ты как бы присоединяешься к противнику да я с тобой абсолютно согласен но при этом качает головой нет закрывается да и на самом деле мы понимаем что он абсолютно не согласен но вот это вот как бы видимое согласие ну что что а как бороться с тем кто с тобой как бы согласен до вербально он согласен невербально он абсолютно не согласен обратите внимание да и вот это вот конечно мощнейшая манипуляция то есть он как бы соглашается с ксении да он даже подыгрывает ей но при этом мы видим что он абсолютно не согласен кстати у меня под видео найдете ссылочку на манипуляции там тоже вот эти все фишечки которые мы сейчас будем проходить на вот дальше то то манипуляция которую он сейчас дальше предпримет она как раз есть в этом курсе абсолютно вредоносным но это патриархат вы же сами это пропагандирует я сказки детям не рассказываю а здесь смотрите как грамотно он он просто блестяще отбил манипуляцию ксении она там про сказки на обязательно пересмотрите интервью ксении и она там долго этот вопрос подготавливала и там было в том числе про сказки так смотрите вот это вот манипуляции называется дробление то есть берешь какой-то факт вот было приведено много разных фактов но он просто берет один факт и его опровергает но то есть тот факт который не вызывает недоверия до который вот он опровергнуть может на 1 2 который просто очевидно что он этот факт является неправдивым да и он просто берет его и опровергает тем самым по сути разрушает всю вот эту структуру которую ксения выстраивала там очень интересно было вот она там про сказки там про то что там ну вообще по большому счету ну по сути она она очень много привела претензий ну собрала претензий да но он взял просто один факт из этих всех вот из всего перечня и его опроверг и тем самым как бы опроверг всю эту структуру очень грамотно дробление также хорошо работает не только дробление но и обобщение вообще опытный манипулятор он всегда пользуется либо дроблением либо обобщением вот это вот дробление это взять какой-то факт и его опровергнуть и бывает наоборот ты предъявляешь человеку одно а он берет и обобщает до каких-то вселенских масштабов и ну как бы говорит ну я же не виноват в том что там не знаю там в экономическом кризисе да ну то есть ты ему говоришь а куда ты там делал зарплату он берет и обобщает и говорит ну да ты мне еще экономический кризис приведи в вину да вот вот это вот умение перри перестроиться да перестроить свое свою аргументацию с большого на малое и с малого на большое это тоже очень грамотный ход и он реально очень манипулятивный и вот он получается что взял и опроверг да опроверг вот всю эту структуру вы взрослым рассказываете сказки приходит патриархальный на лекции и говорит я и отсаживается отсаживается ему некомфортно то что ксения так зацепилась но вообще со всеми эти манипуляции явно работают но ксения конечно же продолжает его добивать продолжает выпытывать у него ответы ему это не нравится естественно да и естественно реакция тела он отсаживается хочу замуж я хочу мужа я хочу детей я хочу дом у него такой видите вот он он здесь очень грамотно тоже развивает вот эту тему да а тема во первых ему известно потому что он уже давным-давно этим занимается и вот перечисление даже вот того что она хочет да это еще такое оттягивание времени для того чтобы собраться для того чтобы аргументы подтянуть и здесь постепенно включаются иллюстраторы да вот он начинает жестикулировать начинает ну то есть садиться на своего конька запрос я хочу этого я и рассказываю как это работает а вы сосредоточились именно на том что он слабее но он никогда не отключается заметили но вы действительно считаете давайте я вам разум да уже опять отсаживается и закрывается чем и слабее разум потому что уже вот эта тема его выбивает из колеи сразу скажу а ну вот по реакции его тела но тем не менее все равно манипулятору он никуда не делся чины полушария мозга работаете так как у мужчины да ну да там опять у них острый спор на эту тему и в общем то понятно да обязательно пересмотрите и не забывайте если интересно вот в плане манипуляции под этим видео тоже есть ссылочка на манипуляции идем дальше но вот донецк действительно страшная война которая там в том числе очень сильно поссорила наши народы но у вас по этой войне однозначная позиция есть какая-то видите совершенно не дает никаких эмоций до жестов он реально сжался я ее нету потому что вы работаете в россии вы ограничены высказы и обратите внимание вот там было было эмблематическая оговорка посмотрите еще раз вот этот момент и там у меня выноска была я не хочу возвращать у них или ее реально нет не считаете что в этой войне виноват ну кто-то виноват а кто я не знаю видите говорит с выставленным лбом что говорит о том что саботирующая позиция я вам ничего не скажу вообще когда вы разговариваете с человеком и он выставляет лоб то знаете что он ушел вот ушел в саботаж да он не будет вам перед вами открывать сердце и говорить все по-честному поэтому старайтесь вывести человека из вот этой позиции до чтобы у него лицо было ровнее до чтобы он как-то вот поворачивал лицом да как-то как-то легче чтобы тело не было так напряжено именно вот лбом вперед когда вот такая позиция с человеком разговаривать бесполезно он ничего вам не даст никакой информации я не знаю и мы это в общем-то и видим потому что он вот как бы сказал ничего не сказал но просто обычно люди которые думают об этом они встают либо на одну либо другую сторону либо считают что россия является страной агрессор это же очень просто и очень примитивно по большому счету вот россия агрессор а это там но это жертва или это жертва россию подставили но есть масса теорий заговоров но и живо что в этом смысле на облизывает губы ищет ищет ответ вот здесь вот вообще облизывание губа но трактуется где-то как поиск но здесь какая у него конфетка да никакой конфетки да тут как раз именно поиск поиск информации губы у нас отвечают за информацию я тут сижу с новыми губами да и как раз губки это у нас чувствительность и чувствительность она касается не только того что вот я вижу конфетку я хочу ее попробовать но еще и я хочу информационное поле прочувствовать до чтобы дать какой-то ответ вот здесь вот как раз я думаю что больше про это надо что он информационно пытается найти ответ и смотрите челюсть немножко вперед досада то есть он понимает что вряд ли он может здесь озвучить свою настоящую точку зрения водит челюстью из стороны всему напрягает подбородок и закрывается руки в замок до опускает челюсть сжимает губы подбородок не смотрит в глаза и с виноватой улыбкой отвечает вот это все в комплексе говорит о том что тот ответ который мы сейчас услышим будет либо как минимум уклончивый либо абсолютно не не про то что он на самом деле думает я родом из днепропетровска я родился вырос там и жил там до ну 19 лет потом я служил советской армии а потом с 93 года я живу в в россии я роженин россии и никогда ну я не являюсь рожденным украины никогда не был рожденным украины такая вот ситуация там живут мои родственники здесь живут мои друзья здесь живут мои родственники и там живут мои друзья то есть это вот представьте если ваша мама с папой начали интенсивно ругаться и дошло до избиений здесь конечно забалтывание забалтывание которое тоже является элементом манипуляций и в общем-то сейчас это настолько острый вопрос который можно понять когда человек не отвечает а да значит дальше следующий фрагмент он для них не серьезный они не приходят я задавайте очень смотрите у ксении интересная реакция отвращения хмурится нет ладонями отталкивает прям ну совсем не не нравится куда идет повествование странное как бы увиливание потому что вы на своих лекциях говорите именно про женщины про мужчин как про разные виды люди с разных планет не туда пошли тут смотрите как интересно указательный палец вот я на андреевой там была даже схема до указательный палец это руководство да и никогда ты держишь вот около своего рта то это значит ты себе как бы запрещаешь говорить да то есть руководишь своим ртом своей речью дальше указательный палец пойдет глазу глаз это у нас запрет видеть до запрет видеть но то есть получается что он себе вот как-то контролирует контролирует речевой аппарат и зрительный до аппарат он изо всех сил фильтрует фильтрует информацию до которая которая который он видит которую он выдает да очень начали искрить я я не хочу искрить смотрите как интересно получается на здесь он пошел в наступление но но обратите внимание челюсть низко опущена да он как бы себе часть информации запрещает говорить то есть фильтрует информацию да вот фильтрует то что выдает но то есть получается он как бы наступает да но в то же время если вопрос встанет о том а что это ты на меня наезжаешь да он скажет да нет я же пошутил да что ты такое думаешь вот вот такие люди они самые опасные вот в общении потому что он как бы на тебя наезжает да если получится знать что он победит да если не получится то он просто включит дурачка и скажет да я просто пошутил вот это вот прям уловка уловка манипуляция манипулятора причем махрового видите как отвращение и вот он телом как бы вот видите как он как будто телу не может найти место телом извивается вот это как раз и есть он как бы показывает свою как бы неуверенность но но при этом он говорит а ты же из криш да ты же наезжаешь ты ты же давай как-то сбавим градус да ну то есть он по сути он наехал а по факту если что-то он может сказать да нет ты неправильно поняла я очень хочу поэтому придется искрить так мы же нам надо ехать до обращает внимание на время то есть ему некомфортно конечно и и и знаете это еще такой момент элемент шутки да то есть он как бы на на часы посмотрел как бы шутя но на самом деле ему конечно же не комфортно ему конечно же не нравится этот диалог и не нравится то что ему задают эти вопросы вы все время разделяете вы говорите мужчина и женщина разные существа конечно а вот так и считаете давайте так опять опять смотрите он он просто блестяще перебрасывает вопросы на ксению но ксения уже поняла что надо его дожимать не надо чтоб потом он очень грамотно много раз уже провел эту манипуляцию она просто уже не выдерживает и продолжает до гнуть свою линию продолжает задавать вопрос потому что сейчас опять придется отвечать на вопрос вот вы тоже очень грамотная манипуляция с его стороны я считаю что есть определенная там разница фену физиологии в конце концов которые не вас физиология психология но гора вы присваиваете общечеловеческие качества ну вот мы сейчас с вами только что разобрались почему-то только женщине какие-то какие-то только мужчине да ну в общем-то очень забавно наблюдать за ними давайте следующий фрагмент он важен когда речь идет о физике да там потому что мужчина сильнее чем женщина физически да и здесь невозможно невозможно никакой равенства если мы гм просто указательным пальцем да вот он как бы поддерживать свое лицо как бы показывает что он устал на самом деле он контролирует 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 свой зрительный аппарат да немножечко может висок там по поддерживать ну то есть по сути он ну тут сразу два жеста он и себя контролирует и он подустал уже подустал то есть вот голову склонил на этот указательный палец надо учитывать это да но когда мы говорим просто о разговоре почему ты не можешь со своей женой поспорить цивилизованно чья позиция важнее лучше для семьи хорошо так что я должен еще сказать что разве я не права нет браво 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 вы посмотрите она изо всех сил тут танцевала с бубном да а потом в конце оказывается что он все равно не согласен и так с улыбкой это сказал с опущенной челюсти то есть он безопасен но он не согласен понимаете но это очень мощно и вот это вот то что он к разным там висок глаз уха фильтруй молчи он себе сидит себе и как бы говорит да ну вот он фильтрует молчит да слушает а ванька слушает доезд вот вот так вот можно объяснить этот жест адам дальше следующий фрагмент а здесь еще одна интересная манипуляция давайте смотреть вы как я понимаю у вас один брак крепкий правильно ночь не знаю что ответить может там есть какой-то подвох скажите как ну я скажу что мне один брак а вы скажете какой-то нерешительный человек и не смог несколько раз почему что стабильность человек как раз в том чтобы у него меньше то есть нормально да что у меня один брак я не знаю это вам решать нормально хорошо да у меня один брак браво браво эта манипуляция называется доведение до абсурда он отлично понимает что в его сфере деятельности то что у него один брак и крепкий брак это наоборот плюс и он хорошо понимает что это его сильная сторона но вот так вот поиграться с этим тоже да это дает ему еще много баллов в наших глазах и в ну вот сейчас плюс еще самое главное доведение до абсурда да получается что все вопросы которые задает ксения ну это не не что иное как попытка докопаться вот этим вот сейчас доведением до абсурда он полностью обесценил вот эти все вопросы предыдущие да как бы дал понять ну ты ко мне цепляешься по по любому поводу да и вот то что она там по поводу без повода он как бы сейчас ну вот осадил очень красиво но вот и доведение до абсурда очень грамотная манипуляция если интересно под видео есть ссылочка сейчас я перехожу на ну буквально пару слов скажу по нумерологии и формуле души а именно по поводу его смены имени здесь вы знаете вот по нумерологии я посмотрела и поняла что был бы он сергеем яковлевым или вот как сейчас сатья даст а в любом случае он вполне нормальные у него вибрации но смотрите это вообще парадокс вот все у кого есть нумерологии кармические цифры сейчас воспрянут духом потому что вот этот пример надо было вам показать обязательно вот кто у меня учится кто еще не учится под видео тоже есть ссылочка на называется это совместимость нумерология там разберетесь в себе в своих там контактах во всех в детях это вот смотрите какая фишка многие из вас боятся да вот у меня кто учится до боятся когда попадает кармическая цифра стараемся от них как-то уйти смотрите как у человека все плохо вот как раз в те моменты ну вот в те места где это не лечится то есть вот два показателя из пяти это жизненный путь и день рождения это те цифры которые не меняются вы можете поменять фамилию имя отчество придумать себе кучу имен но вот в этих местах эти цифры не меняются и здесь как раз попадают кармические цифры перед нами жуткий трудоголик как вы понимаете да и человек у которого но по всем правилам да по всем каким-то законам в прошлой жизни он что-то намутил с отношениями и в этой жизни у него не должно было быть нормальных отношений но он настолько себя проработал человек интуитивно пошел развиваться до пошел ну вот в эти структуры да там в индию поехал стал вот с собой работать и он это проработал не путем там смены имени хотя смена имени ему бы не помогла а именно вот благодаря своему внутреннему чутью да он стал заниматься собой своим развитием и что мы видим там дальше по формуле души вообще шикарно он себя проработал потому что вот все задачи которые перед ним стоят вот за счет того что он развивается он это решает понимаете это просто браво на другой вопрос что дальше я скажу по формуле души вот здесь почему он нашел этот выход интуитивно да потому что у него мастер числа в экспрессии в экспрессии мы помним да что это то что человек может мастер число н он видит за гранью он видит вот все что не видит обычный человек да то есть это его интуитивное видение и она не поменялась с тем что он взял другой псевдоним да по большому счету экспрессия осталась та же и это очень здорово а другой вопрос душевное побуждение 11 у него с его родным с родной фамилией да но когда он берет сатья даст душевное побуждение это то что человек хочет да вот здесь прям великолепно получается человек и хочет покорить мир да и может покорить мир вот это вот и хочу и могу вот это совмещение это просто великолепно а здесь получается что уже пошла немножечко пошел упор немножечко на коммерческую составляющую восьмерка это число предпринимателя да и уже с этим псевдонимом он пошел и зарабатывать деньги ему захотелось зарабатывать деньги здесь немножко вибрации чуть ниже стали но смотрите вот здесь вот он альтруист да как бы а здесь он артист вот его лицо такое артист да вот артистические способности больше пошли до умение зарабатывать желание зарабатывать желание окружать себя людьми которые будут помогать ему зарабатывать которые сами что-то смогли ну где-то какую-то структуру создать да то есть получается что вот этим псевдонимом да он немножечко приземлился что называется до приземлился здесь и сейчас но вы знаете он мог бы спокойно даже может быть еще более успешно проводить те же самые лекции с этими вибрациями да вот он мог не менять но сатья даст конечно звучит лучше и интереснее и но как-то вот создает такую загадочность ореол такой и в общем то работает ему на имидж а что касается вот сергей яковлев когда он просто если бы он был да то это был бы махровый манипулятор он в общем то и есть махровый манипулятор то а когда он сатья даст он как бы такой более душевный человек который умеет договариваться в любом случае вот что 6 что 9 что 2 это родственные такие цифры обе они умеют договариваться только шестерочка она больше с уклоном в манипуляцию а двоечка это больше с уклоном душевного какого-то тепла душевного растворения и поэтому он так воспринимается нами женщинами мы женщины очень любим душевных людей и вот двоечка она прям великолепно вписывается в ту концепцию которую он пропагандирует на просто вы знаете вот с таким человеком очень комфортно с двойкой всегда очень комфортно и вот он вот этим вот период очень здорово но вы знаете еще по формуле души тут тоже интересны такие моменты хотелось бы вам озвучить показать вот кто у меня на формуле души тоже учится тоже ссылка есть под этим видео если интересно присоединяйтесь это чуть более объемный курс там 21 занятие если в нумерологии там только два занятия и вы все начнете понимать то здесь чуть больше поучиться придется оба курса по 990 рублей пока так вот что касается формулы души вот знаете для меня было открытием для меня было большущим удивлением что его главное ну главный центр это луна луна вот этот мачо который всем говорит я мачо да вот этот мачизм который он демонстрирует это не что иное как маска просто он понимает что так он будет но боль лучше восприниматься луна это душевность это когда но знаете это семейственность это семейность да вот это когда для человека главная ценность это семья и если бы у него не было семьи он может быть и ну было бы ему намного хуже да его бы хуже может воспринимать но даже не в восприятии дела а в том что ему комфортно быть в контакте с кем-то причем в этом контакте он очень мягкий когда мужчина луна это знаете вот это очень уже знаете такой вот он весь плюшевый плюшевый в отношениях он плюшевый я уверена вот если его жену спросить она подтвердит эти слова то есть он очень душевный человек и в общем то все бы ну для меня конечно это было удивительно я думала вот учитывая то что он сказал я люблю говорить да действительно он говорить умеет но но это не главное его качество главное качество его контактность вот это вот контактность она как раз и создает вот эту харизму и может быть вот эти все манипуляции вряд ли он и мучился потому что луна она очень четко считывает любого человека а и вообще вот я посмотрела у меня кстати тоже в центре луна вот так же точно к ней все планеты сходятся я отлично вы знаете в этот раз никак с лобковским не буду я его критиковать потому что просто вижу в нем много ну вот того что его мне тоже есть я отлично его понимаю и что касается вот количество энергии у него вполне достаточно 33 балла дальше его значит ну то что он очень мягкий но но при всем при этом в этой как говорится бочки с медом есть ложка дегтя и эта ложка дегтя как раз касается того чем он занимается но опять таки здесь надо фильтровать потому что вот то что вот здесь у нас ложка дегтя да она явно проработана потому что он сейчас находится в отношениях да и эти отношения очень длительны и то есть вот это 16 она его никак не отвлекает да то есть он по большому счету вот с такими характеристиками у него были все шансы быть знаете таким кого знаю не хочу кого хочу не знаю вечно перебирать но мы видим что он в долгих отношениях с одной женщиной это в большой большое достижение в первую очередь его он проработал все свои вот эти кармические недоработки прошлого да и в этой жизни он уже ну можно сказать наслаждается уже проработал проработав все свои проблемы а так вот смотрите на орбите сатурна находится ретроградный нептун то есть это психология но знаете можно сказать что с каким-то фанатизм и вот этот фанатизм может быть он не придает какую-то харизму может быть он проработан да и вот вот я смотрю по его поведению у него же нет вот этого прям фанатизма может быть я не все лекции его посмотрела может он слишком безапелляционно и так ну вот как проговаривает свои теории а у ксении он просто не стал сильно расправлять крылья но вполне возможно что на своих лекциях он безапелляционно дает какие-то рассуждения ну вот напишите мне в комментариях и так это или не так но то есть вот с таким нептуном на орбите сатурна он может себя так вести а смотрите этот нептун отдает энергию на юпитер который находится на своей орбите то есть да кстати он каждые 12 лет ему желательно менять сферу деятельности либо профессию либо еще что-то но самое интересное вот когда юпитер находится на этой орбите то это духовный учитель получается вот здесь элемент фанатизма и и духовный учитель то есть ему надо было стать духовным учителем и в этом ему помогают высшие силы вот высшие силы его приводят туда где он получает ну вот то что он стал этим как его сатья даст да то что он вообще пошел в эту практику его привели высшие силы то есть ну как бы ему обязательно это надо было сделать потому что юпитер тоже ретроградный и тоже мог бы вести не туда тут либо получается что благодаря тому что он пошел ну вот учиться да и получать вот это вот работать над своим эго в первую очередь да потому что эго больше всего нам мешает обычно ну то есть я думаю что все таки он проработался но в любом случае даже если бы он не проработался он был бы духовным учителем и высшие силы ему бы помогали вот здесь вот каждый конечно смотрите сами насколько вам близко его учения потому что у него все шансы завести вас не туда с одной стороны но с другой стороны если он себя проработал то знаете когда человек при плохом старте да но он себя настолько прорабатывает что в итоге он становится не просто духовным лидером а он прошел все понимаете вот когда от солдата до генерала дошел да то этот генерал будет действительно самым мощным нет не тот который там после какого-то обучающего там как института и с помощью какого-нибудь папы который его пропихнет и сделает генералом да поэтому здесь очень важно то что он если он прошел этот путь то он действительно своей мудростью может много чего дать вот здесь вот как бы смотрите сами насколько вам это близко дальше его предназначение северный узел смотрит на сатурн вообще то что северный узел ретроградный это значит что его предназначение придет ему как во второй половине жизни я думаю что сейчас уже он понимает свое предназначение и то что он там говорил хочет денег и славы конечно же он лукавил смотрел в область фантазии мы с вами это видели да но его предназначение это все надо упорядочить вот вот ему очень важно чтобы все вот прям упорядочена и самое главное не давать волю своему эго вот а у него вот это вот прям четко вот это сама ирония которую мы с вами отметили это и есть признак того что он действительно свое эго ну как бы с ним нормально договорился да как бы назовешь меня кочергой только плиту эту в печку не ставь да но вот он он вообще такой вот очень обтекаемый в этом плане да вот он не вставал в позу нигде он везде соглашался до нас ксении что в общем-то и и очень сильно выбивала из колеи то есть вот это его проработанность очень здорово ну очень хорошо импонирует и и помогает тому что он действительно занимается тем что ему в этой жизни предначертано но знаете провокации много у него вот в плане повоевать вот много провокаций может быть и и как раз вот его вот эта проработка она очень здорово оберегает его от разных конфликтов потому что в прошлой в прошлом воплощении там он не за тем духовным учителем пошел мне не те какие-то не ту власть выбрал ну то есть был не не тем немножечко солдатом до или генералом и поэтому в этой жизни будут будут провокации но опять-таки учитывая то что он действительно занимается саморазвитием то здесь как бы я бы не сказала что это прям критично но тем не менее лилит смотрит на плутон то есть повоевать его всегда провоцирует всегда находятся какие-то ситуации которые будут вызывать в нем агрессию до должны вызывать агрессию а с его стороны действительно очень важно не реагировать на эту агрессию но как вот я посмотрела по всему интервью он ни разу вот знаете ни разу вот прям какую-то агрессивную модель поведения не выдал до были немножечко там челюстью он водил но там это можно сказать в большей степени было наигранной и попыткой показывать себя как мачо да так значит что еще так в общем то все замечательно все классно но смотрите вот единственное что еще хочу по формуле души сказать вот его точка жизни да и в 51 год у него период лилит какое-то искушение в его в его жизни будет не знаю будем наблюдать внимательно за этим человеком мне знаете вот честно говоря очень понравилось понравилось интервью понравилось вообще в принципе отвлечься от той темы которая сейчас всеми нами слишком завладела поэтому не забывайте поставить лайк видео не забывайте подписаться не забывайте написать свое мнение вообще по поводу этого разбора да я сегодня слишком может быть мягко его разбирала но знаете вот не вызывают он во мне агрессии не знаю ну вот допустим те кого мы разбирали до того же лобковского я видела в нем много фальши много вот всяких ужимок да а здесь вот вот это вот обтекаемость она как-то не знаю может потому что у нас очень похожи формулы души и как бы я я вижу вот он какой-то абсолютно не конфликтный на ну либо может быть у меня сегодня такое настроение поэтому вот и вот такой сегодня разбор получился до оставайтесь на связи я вас всегда люблю даже когда ругаюсь даже когда отстаиваю свою точку зрения да значит до новых встреч пока пока